Окей, друзья, ко мне прилетела ссылочка с очень интересной вещью, которая теперь будет частью моей ежемесячной рутины. Как вы думаете, что это? Это вот что. Интересно, я уже как будто кто-то пользовался. Это личная вещь. Вот что это, друзья. Это менструальные чаши. Средние, маленькие и большие. Теперь осталось только научиться, как ей пользоваться, а почему я их купила, я вам расскажу подробнее очень скоро. Чехольчик, в чем ее хранить, и инструкция. Начнем изучать. Привет, друзья! Как ваш понедельник? О, Боже! Мы проработали уже третий выходной подряд, и мы должны были запустить вчера нашу новую подписку. Но это невероятно, сколько мелких, маленьких, самых, кажется, невидных вещей нужно сделать, чтобы все работало, и чтобы вам было удобно, и нам было удобно, и вообще, чтобы все вместе трудилось. Начиная с того, что, знаете, даже в какой валюте платить человек может с разных стран, какие имейлы посылать, чтобы они были все на русском, чтобы можно было бы выбрать, что человек хочет, а не только, что мы предлагаем. О, это так тяжело! Помните, я вам говорила, что у меня сломался мой фитбит? Так вот, сегодня прилетел мой новый фитбит, и он выглядит вот так. Они прислали только одну голову. Я почему-то думала, что прилетит вообще полностью новый фитбит, но если подумать, то зачем мне новый, если у меня уже есть ремешок? Так что новая голова. Сейчас я ее заряжу, и буду ходить с фитбитом, наконец-то, потому что без него я как без рук. Я уже привыкла, что даже время на нем смотрю. Кристофер и я, мы тут стоим около Таунхолл, где мы будем проходить интервью, чтобы подать заявление на то, чтобы пожениться. Вот, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Сегодня отличный день. Я очень красивая, Кристофер тоже ничего. В общем, пойдем. Здание, кстати, тоже неплохо выглядит. Даже не такой. И тут у них красивый садик. Еще цветы не посадили. И вот тут написано Registrar's Body. Расскажу вам немножко подробностей о том, почему мы ходили на интервью перед тем, как подать заявление в ЗАГС. Дело в том, что здесь такое правило. Все, не только какие-то там из Эстонии, а вообще все, даже если англичане занятся между собой, они должны пройти интервью. И там спрашивают такие вопросы, как сами ли мы решили пожениться, или кто-то, знаете, заставляет. Во-первых, вы должны понимать на английском, что вас спрашивают. Дальше спрашивают, были ли мы женаты, если это, знаете, второй брак, или вы еще в браке. То есть, в общем, спрашивают обыкновенные вопросы, которые могут, ну, помешать пожениться. И потом наши имена вывешивают на месяц в публичный доступ, в том смысле, что если кто-то против того, чтобы мы поженились, они могут принести свои причины и рассказать, почему, например, мы не можем пожениться. И наши имена, раньше их, наверное, печатали в газетах, теперь они висят вот на этой электронной стене, и там так скролятся, и можно смотреть, кто, в общем, женится. Интересно, опыт был прикольный, все прошло хорошо, и мы уже даже выбрали дату свадьбы. Они уже раскрылись, я не успела вам снять, но они просто шикарные. Они как махровые тюльпаны, просто гигантские, очень-очень красивые. Они уже здесь цветут вторую неделю, или не знаю, сколько лет, как. Вы знаете, представьте, вот когда они были немножко закрыты, такие красивые. Хотела показать. О, здесь большой, классный, толстый сорняк. Вот они у меня здесь такие шикарные. А вот в горшке вообще не выросли. Удивительно. И вот здесь какой-то еще хочет вылезти. Что у нас тут? Анютины глазки цветут. Лилии все-таки вылезли в этом году. Пока нарциссы отмерли, лилии вылезли. Классно. Здесь моя... Что это? Герань. Ничего так растет. Красивые анютины глазки, толстенькие. Плющ продолжает все-таки цвести, цвести, расти. От него так просто не избавишься. Ничего. Сейчас у нас трава... Дождь шел долго. Поэтому здесь все вроде как ожило. Красавчики. Каждый раз, когда мы перестраиваем клуб, делаем какие-то изменения в нашем онлайн-фитнес-клубе, мы такие, ой, ну сейчас чуть-чуть только изменим и запустим. Спустя пару месяцев я сижу такая думаю, блин, зачем я это все задумала? Почти, но уже завтра запускаем. А нет, у нас еще нужно чек-аут сделать. А, для каждой программы? А, на каждой разной валюте? О, боже. Мне кажется, я никогда не закончила. Кажется, снял видео, выложил, все, готово. Нет. Оказывается, вот иметь свою площадку, это, конечно, весело. Но ничего, ребята. Мы почти готовы. Скоро. Очень скоро. Из моих вчерашних душепительных разговоров сегодня я уже снимаю welcome видео. То есть, приветственное видео, которое будет вас ждать сразу, как вы присоединитесь. Окей, друзья, сейчас будет происходить что-то странное. Сейчас будет звонок с Виталити. Это моя страховка здоровья. И мы вместе, наверное, я надеюсь, будем брать кровь из пальца. Мне нужно будет проткнуть палец вот такой штукой и налить кровь сюда. В общем, это, я не думаю, что это самая приятная процедура. И я никогда ее сама не делала. И вообще я кровь сдавать не люблю. Особенно из пальца. Не то, чтобы не люблю. Ну, неприятно это. Вот. И они дали подробное описание. Видео было, что нужно палец вот так вот руку до звонка разогреть. У меня даже, мне кажется, повысилось сердечное, ускорилось сердце, пульс. Вот. Но, в общем, попробуем. Разогреваем мы для того, чтобы кровь, короче, прилила к руке, чтобы, в общем, текла лучше. Это будет весело. Я не знаю, для чего здесь лента вот такая измерительная. Вот такая колба здесь. Мне кажется, это невозможность пальцы набрать. Ну, посмотрим. Предупреждает мне мой телефон, компьютер, что осталась одна минута до встречи. Оказалось, что мне нужно не только одну банку крови набрать, а две банки. И, в принципе, было всё не так плохо, как я ожидала. И когда нужно было второй раз прокалывать палец, я уже знала более-менее, как нужно сцеживать кровь с пальца. Поэтому второй раз был уже более простой. И, в принципе, я даже не упала в обморок. И вы говорили, что у нас есть новая лента, нет? Да, новая лента. Да, да. Так, вот, да. То есть, ты попал опять, когда ты готовишься. Возвращаемся дальше. Давайте разобства. Какие разы у тебя сделали? een Скрась and a click. Девушки, прийти в лопаке. И отлично. Делайте это. Потом, напряжемся, with массажер сCS-сосовом Пильной в лопаке. Перемая отливаем. Убираем. Результаты я получила где-то через неделю, и всё было хорошо. Проверяли сахар в крови, проверяли холестерин. Холестерин проверяли уровни триглицеридов, то есть жиров, а также проверяли хороший холестерин, плохой холестерин и соотношение плохого к хорошему и триглицеридам. Привет, друзья! Как вы видите, я уже сама не справляюсь, и мы в DreamBodyClub ищем помощника. Помощника писать копий, то есть писать. То, что я не умею говорить, нам нужен человек, который будет это писать. Вот, я оставила все данные по позиции вот здесь. Если вы говорите по-английски и понимаете, говорите по-русски и говорите по-английски, то это будет для вас. Пожалуйста, я даже здесь оставлю ссылку. Если хотите работать с нами, с DreamBodyClub, с MotivationDigital, присоединяйтесь, посылайте вашу CV, буду ждать. Друзья, пыталась, я пыталась купить платье без примерки, свадебное платье. Ничего у меня не вышло, поэтому иду сейчас, буду мерить свадебное платье. Друзья, как я выбирала платье и какие у меня были с ним приключения, я сняла отдельное видео, поэтому вы можете посмотреть его по ссылке, я оставлю его в верхнем правом углу и под видео. Так что, если любите свадебное платье и все эти истории, смотрите. Иду знаете куда? Иду вакцинироваться. Сегодня должна быть у меня первая вакцина, но что-то немножко пошло не так. И когда я зарегистрировалась, мне не пришло уведомление о том, что я зарегистрировалась. И теперь я иду. Я помню время, которое я выбирала, но я теперь не знаю, получится или не получится. В общем, все осознаю. Ну что, друзья, расскажу вам немножко новостей. Я вам уже обещала целую кучу. Итак, начнем с платья. Я купила себе платье, и это был очень эмоциональный момент, потому что я пошла одна. И я пошла в магазин, где вот можно войти без каких-то там букирования времени. Просто вот заходишь в магазин, меряешь, что там есть, и прям можешь купить там же это платье. Вот. Называется Vet2B. И знаете, это место как бы классное, что можно померить и посмотреть разные фасоны. Но оно также не очень классное, потому что у них есть не все размеры, или у них каждого платья там только по определенному размеру. И, в общем, то платье, которое мне понравилось, мне пришлось купить на два размера больше. То есть у меня размер 8, а размер 12 я купила. И они мне там навешали, короче, ой, да вообще, это будет так просто ушить. Я говорю, ну я не хочу, чтобы мое платье, ушивание стоило половину платья. Но нет, они такие, ай, все нормально, вообще будет недорого. И у меня же свадьба уже, можно сказать, через три недели. Это тоже, ну, как бы имеет важную роль. В общем, но мне очень понравилось платье, и в конце концов я его купила. Наверное, о том вообще, как я его покупала, и все подробности надо будет рассказать отдельно, потому что это целая, знаете, схема. Вот, ну, в общем, я платье купила, пришла я с этим чемоданом домой, и начала искать, где его подшить, ушить. Нашла место туда, на следующий день быстренько пошла, и что вы думаете? Они мне сказали такую цену на ушивание платья, что я чуть в этом платье, там, вместе с этими иголками в моей спине, так чуть и не убежала. Потому что они мне сказали, что подшить платье будет стоить две трети от цены платья. То есть это просто жесть. То есть мое платье стоит 600 фунтов. И подшить платье они мне сказали, ну, будет от 270 до 380 фунтов. И я такая, а вы шутите, что ли? В общем, ушла я от них, и сейчас нашла другое место. Вчера там оставила платье, я надеюсь, что они справятся с задачей. Ну, посмотрим, короче. Вот, и еще одна новость, это то, что я вчера получила первую дозу вакцины. Я получила вакцину Pfizer. И, ну, целый день потом я провела в парикмахерской. И сегодня у меня никаких симптомов нет. Вообще никаких пока, что я себя чувствую так же, как и обычно. Что у меня единственное, единственный, наверное, симптом, это то, что, ну, рука вот где укололи действительно болит. Кажется вот такое, либо как будто большой синяк там, либо как будто мышцу потянул. В общем, вот такая боль. Спать было неудобно на этой руке, немножко она чувствовалась. А так вообще больше никаких симптомов нет. Поэтому чувствую себя хорошо. Я даже немножко расстроилась. Я думала, что у меня сегодня будет день отдыха, знаете, заслуженный, ну, симптомы, болеешь, что делать. Но нет, сегодня не получилось поболеть. Поэтому я вот опять напротив своего компьютера и работаю. Вот. У нас по поводу свадьбы еще сейчас отличные новости все время поступают. Потому что я, кстати, заказала кольца онлайн. Они скоро придут. Также вот я, наверное, все-таки сделаю отдельное видео о том, как мы готовили свадьбу. Иначе тут будет куча всего. И классные новости то, что наши друзья, почти все, кого мы пригласили, все приедут. Точнее, все, кого мы пригласили, все смогут приехать. И это, ну, считается довольно-таки очень короткое время, когда мы их пригласили. В Англии вообще обычно с свадьбами так, что приглашают всех за год, как минимум. Ну, может, за полгода. Это уже считается довольно-таки короткое время, да. Но мы пригласили вот всех за три недели. И, к счастью, все смогут приехать. Гости, друзья наши, мои родители, мои сестра не смогут приехать. Опять же, из-за ковида. Но надеюсь, что все получится. Зато у меня все равно будет частичка семьи. И это будет моя кузина. Она приедет из Бирмингема. И я очень рада этому. Очень-очень-очень. Потому что все-таки кусочек семьи все-таки будет. Все. Сейчас я буду продолжать писать письма. Письма это я имею в виду в Dream Body Club. Я здесь пишу рассылку. И буду читать дальше заявки, которые мне подали на позицию, на которую я рекламировала. У нас позиция открылась в Dream Body Club для контент-менеджера, контент-написателя. И, в общем-в общем-в общем, пойду читать. Это очень тоже интересно. Окей, все. Пока что заканчиваю. У нас сегодня, наконец-то, должно быть 20 градусов. Вообще у нас в этом году идет какое-то глобальное замерзание. Потому что в Лондоне такой температуры, такой холодной весны не было уже просто миллион лет. Я не знаю, куда я вообще была. На самом деле, вообще просто очень холодно постоянно. И это неестественно. И сегодня, вот сейчас рассказывают, что наконец-то мы оттаем. И сегодня будет 20 градусов тепла. Так что я все еще надеюсь, что я выйду на улицу в эту температуру. А так, все. Работаю. До встречи в следующий раз. Мы пришли выбирать Кристоферу костюм. Сейчас мы в Тед Бейкер. Он тут меряет. Такая красивая примерочная. Здесь висит костюмчик. Я хочу, чтобы у него было три пиц, да, то есть с жилеткой. Мы уже один нашли костюм такой красивый, но жилетки там нет. В общем, решили посмотреть еще. Здесь такие гигантские примерочные. Смотрите, какие высокие окна, окна, двери. Вот так внутри выглядит. Красиво. А тут мы забежали на минутку посмотреть, где у нас будет проходить свадебный обед. И вот здесь это паб находится прямо на речке. И из окон видно саму речку. И мы здесь всегда гуляем. В общем, красота.